Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Я сейчас нахожусь в Монако. Посмотрите, как здесь все выглядит. Я на вечеринке. Очень дорогой отель, в котором я сейчас нахожусь. Здесь ночь стоит, по-моему, около 17 тысяч. Но вообще очень красивые места здесь. Это Монако. Биткоин очень сильно пролился вниз, и, к сожалению, на моем ордере сработал стоп-лосс. Я открывал, если вы помните, сделку на уровне 30 600 долларов. Биткоин улетел на 20 600 долларов. И моя сделка закрылась по стоп-лоссу. Ну да, биткоин очень сильно сегодня пролился с 31 тысячи долларов почти до 29 600 долларов. Это довольно большое расстояние. Три дня назад на моем аккаунте было 203 тысячи долларов, затем он поднимался до 212 тысяч долларов и сейчас снова опустился вниз. Там, по-моему, 201 тысяча долларов сейчас. То есть я снова потерял пару тысяч баксов. Ну ничего. Подпишитесь на канал, где уже 74 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Ну и давайте перейдем к техническому анализу по биткоу. Откроем графики. Ну и весь рынок сегодня красный, и фондовый рынок, и криптовалютный рынок. Это очень хорошо видно здесь. Но кое-что все-таки в зеленой зоне. Нио, например, плюс 1,04 процента. Гугл плюс 0,09 процента. Ну и, пожалуй, все. Луна, посмотрите, сегодня ушла в минус 27,49 процента. Очень большой пролив на рынке. Ну и, конечно, это коснулось биткоина. В начале дня цена была 32 тысячи долларов. Там был уровень сопротивления, от которого биткоин оттолкнулся. Ну и, похоже, здесь формировалась небольшая фигура, голова с плечами. И, конечно, это был предупреждающий знак о том, что биткоин может уйти вниз. Это, похоже, была моя ошибка, что я этого не заметил. Я полагал, что биткоин все таки оттолкнется от уровня 30 тысяч 600 долларов. Я говорил об этом в своем прошлом видео, если вы его смотрели. И биткоин вроде бы пробовал это делать, но у него не вышло. Он все-таки пошел вниз на 29 600. Очень резкий был пролив вниз. Такого сильного отскока, который я ожидал от уровня 30 600, не получилось, и биткоин все-таки ушел ниже. На этом уровне тоже был отскок, но он совсем незначительный. Стохастик на четырехчасовом таймфрейме в зоне перекупленности. RSI направляется вниз, сквиз моментум направляется в красную зону. Ну, посмотрим, сможет ли биткоин удержаться на текущем уровне, но я думаю, что нет. Я бы здесь в лонг не заходил, потому что никакого серьезного отскока я здесь не увидел. Биткоин снова оказался под лентой скользящих средних, где он и находился, собственно говоря, последнее время. Криптогуру бот все еще дает сигнал на покупку. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу и, в принципе, очень четко поймал разворот. Руки чешутся, честно говоря, зайти в лонг по биткоину, но я опасаюсь, потому что отскока не вижу. Но если смотреть на часовой график, то биткоин сидит на уровне поддержки сейчас. На 29 500 долларов. Я покажу вам сегодня свои сделки, но если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4600 долларов. Если зарегистрируетесь, начнете торговать и заведете на бирже биткоин. Ну и давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. На этом аккаунте у меня 201 тысяча долларов сейчас. То есть за сегодня, да, я потерял несколько тысяч долларов. На этом аккаунте у меня есть стейблкоины USDT, BUSD. У меня также есть полтора биткоина. Также у меня есть монета луна. Также у меня есть токен бит на 18000. Сейчас снова в минусе. TRV на 11650 долларов. А, кстати говоря, у меня был ордер на покупку CRV и, похоже, он исполнился. Там я ставил ордер, по-моему, на 5000 долларов. Хотя нет, посмотрите, ордер по CRV у меня все еще не заполнен, цена покупки здесь доллар 23. Чуть больше, чем наполовину заполнился, 5000 монет из 8 было куплено. Ну и посмотрим теперь, что происходит у меня на торговом аккаунте Binance. Здесь у меня сейчас 378 тысяч долларов. Тоже потерял здесь несколько тысяч баксов за сегодня. У меня здесь BUSD на 136 тысяч, USDT на 124 тысячи. Также у меня здесь два биткоина, BNB на 56,5 тысяч долларов. Ну и биткоин, конечно, сегодня здорово просел. На этом аккаунте у меня также, по-моему, установлен ордер на покупку BNB. Давайте проверим. Да, вот стоит на 290 долларов. И также у меня есть два ордера на покупку биткоина, по 2827 600. Ну что, картина по биткоину мне не очень нравится, слабовато выглядит, и мне кажется, он пойдет сейчас еще ниже. Как минимум к нижней границе канала на 28 600. Ну а что будет дальше, надо смотреть. В последнее время обычно был отскок от нижней границы канала. В общем, коротко обрисовал ситуацию на рынке и свое видение того, что сейчас происходит. И снова можете посмотреть чуток на Монако. Президентский отель. Очень красиво здесь и днем, и ночью. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра.